Семен не приходили? Странные слова? Странные слова? Приходили? Вчера? Максим, ты говоришь, что ты говоришь? Странные слова? Не, не говори? Манек, вот эти, что она нашла? Там, 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 там. Следуй за камерой, там, что-то, что-то. Какие-то смешные слова, сколько, походу, не понятно. Ну, я думаю, хорошо. Ну, я думаю, хорошо. Ну, он сам себя ответил. Мчастливо. Так, я не подписал. Подписываю на распределение того. Еще. Слова, которые Кирпоедова. Так, значит, вот в чем заключается идея. А, оказывается, если мы вводим законный сперсии для частицы с массой, такое, неравный, нулю, а вот у кого я предполагаю, что квадровое взаимодействие будет частица с массой, такое, неравный, нулю, как законный сперсии вот у нас-то, вот. А он расположил, что имеется такая частица, которая в то время не была известна. Работы его, как раз, они относятся к 34-му, те же, и к 7-му году. Как бывает годам, когда, значит, у нас в Советском Союзе шел массовый террор, когда, значит, расстреливали, фактически, пересудая следствие жилья. А вот в Японии, значит, несмотря на то, что там никогда был, несмотря на то, что милитаризм был, вот там, люди начали заниматься наукой. Ну, и, значит, если мы применим эту же рецептуру, подставим сюда, получим уравнение, да, все функции уравнения у нас будет такое, значит, ну, там надо поделить наш квадрат, и на циквадрат. Вот нужно подставить и поделить наш квадрат и циквадрат, и собрать в одну сторону. Получит мощно. А вот в осязм в Си минус и единица на циквадрат, где два квадрата в Си и минус, значит, будет так, F0, C, H, квадрата на циквадрат, равно другое. Вот если нет источников этого ядерного поля, вот чем отличается от того, что для фотона было. теперь если мы введем сюда точечный точек, то мы получим минус 4i, значит, g и на дельта функцию R, это функция D, это функция D, это функция мы рассматриваем источник ядерного поля, помещенный, величиной G, помещенный в начало координат, в начало координат. Вот, если это уравнение мы решим, то мы получим мы получим вот, что C, D, на принципе D, давайте так, мы будем искать стационарное решение все D, тогда у нас вот это слагаемое пропадет, для общей мы получим уравнение. Вот это уравнение если мы решим, а как его решить нужно? Ну, как положено, нужно иметь представление для дельтофункции дельтофункции честно все решать и решение приведет вот к чему. Значит, C на F будет равно G на F на нижней степени минус N на C на H то есть, получается экспоненциально заготугающая функция если потребовать, чтобы расстояние, на котором при функция будет в Е раз меньше, чем ее Клодовский множитель, значит, Клодовский множитель не так же на R, а в Е раз меньше, значит, когда R равно H на N 0 C H на N 0 C Вот, это будет расстояние ну, так, это будет давайте его как-нибудь нажмем R 0 R 0 значит, когда у нас G будет G G а тут будет E в степени минус 1 в степени минус 1 то есть в Е раз меньше, чем Клодовский множитель вот, вот это расстояние можно считать радиусом действия ядерных сил радиус действия ядерных сил да, у нас получается радиус ядерных сил H на N 0 C ну, вот и у кого вот как сказать оценим величину величину максимум покоя кванта ядерного сильного взаимодействия считая, что вот это старое гербеи гербеи а здесь два гербеи ну, гербеи вы знаете 10 минус 13 километров вот и когда значит это вы можете просто оценить так масса покоя пи 0 вот вот еще для географа эти частицы он назвал мизонами впоследствии оказалось что это как раз триага пи мизона 10 минус 10 минус 10 минус 10 минус 10 минус можно сказать кванта ядерного взаимодействия оценить массу можно вот из того соотношения чуть массы будет х делить на 10 минус 13 30 метров да и да и на ц вот если выразить через массу покоя электрона то получилось что массу покоя иона порядка 300 масс электрон и стран более тяжелые естественно значит ну непосредственно перед дворной были открыты милоны с массой покоя 270 но меж сначала все думали что это и есть кванта ядерного взаимодействия но оказалось это не так что эти милоны с массой никакого отношения к ядерному взаимодействию не имеет существует так называемое мясо атомы скажем тяжелый атом ну какой-нибудь швенец там серебро там тори там уран если один электрон там заменить на мион один электрон из оболочки выпить и туда поместить мион такие образования получаются и эти образования называются мезоатомы так вот для тяжелых дней эти мезоатомы бывают так что они граница внутри ядра проходит и эти мезоатомы существуют довольно долго время жизни 2,2 на 10 минут 6 секунды это довольно большое время и ничего с ним не происходит вот так что пришлось отказаться от этого и только в 1949 году когда были открыты вот эти пионы полус их можно назвать и мезона а мезон значит почему частица вот эта получила символ мю даже некоторое время она называлась мезоном хотя она не мезон а лептон это историческая ошибка и вот и когда в 1949 году открыли такие частицы 273 и 264 масса у плюс минус 273 и 0 масса и 0 264 и 0 вот 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 тогда и так и 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 первая попытка объяснить ядерные силы предлежали советскому физику советскому физику значит Игорь Евгеньевичу Тамму он еще до войны тоже раньше и и и и и и и и и предположил что в атоме взаимодействие является электро-позитронная пара вот такие пары масса покоя пара но оказалось что если вы поставили где 0 это масса покоя электрона то равенос действия будет недостаточно маленький он будет не соответствовать экспериментальным данным вот поэтому но идея она была впервые выгнана Игорем Евгеньевичем там а ну он независимо немного позже но зато более правильно получил вот свою теорию мезонную теорию ядерных сил так следующий заголовочек следующий заголовочек следующий заголовочек который отражает взаимодействие между нейтроном и протоном в е вот почему там притяжение это потенциал всегда потенциал притяжения вот вот как у нас партон а вот тут у нас нейтрон вот как взаимодействие происходит они обмениваются ионами могут обмениваться нейтральными ионами тогда нейтрон остается нейтроном ионами либо может происходить обмен заряженными ионами тогда у нас будет такое интересное явление как метод зарядом нейтрон станет протоном а протоном и испускает отрицательные зарядные ионы значит плыл протон он обращает отрицательные ионы превращаются в нейтроны а нейтрон испустив отрицательные ионы закон сохранения заряда действует в любых процессах в том числе и виртуально превращается в протон вот второй тип ну вы можете наоборот считать из протона протон испускает и плюс превращается в нейтрон нейтрон поглощает и плюс превращается и превращается в протон вот можете такую рисовать ну вот это биограф какая-то чисто да даже ну вот а теперь следующее ядерное ядерное то можно относится к всем ионам, в том числе и к резонансам, и ко всем мезонам, в том числе и к мезонным резонансам. Это значит адроны, это очень большая группа частиц. Все то, что не лептон, это все адроны. Вот так. А лептон, это звездный электрон, позитрон, нейтрино, меон, половина отрицательная, соответствующая нейтрино, то уон, половина отрицательная, соответствующая нейтрино. Вот, так вот, значит, какие эксперименциальные факторы здесь могут быть указаны? Давайте первым укажем энергоемкость. Вот, значит, если мы будем откладывать энергию связи, то что, во-первых, такое энергию связи, ядра? Это разность энергии ядра в разобранном состоянии, минус энергию ядра в собранном состоянии. Ядро считается, значит, с 32 года, как состоящее из нейтронов и протонов. Значит, ядро, значит, ядро, значит, а минус з, значит, а минус з, это м, это число нейтронов. Значит, массы, сумма масс-частиц ядра в разобранном состоянии. Плюс число нейтронов на массу нейтронов, да, минус массы ядра в собранном состоянии, конструкцию А и З. Ну, и чтобы это была всю энергию, то надо нам все помочь. Вот и энергия связи, это определение, определение. Ну, с помощью там дефектов масс и прочее на упражнениях это мы с вами уже использовали. Ну, а энергия, когда мы перейдем к ядерам, к ядру, как такового уже более детально, мы это дело еще раз вспомним. Значит, вот это энергия связи. И оказывается, если мы будем рассчитывать энергию связи, приходящуюся на один уклон, есть связь перед нами, и построим соответствующий график, то мы получим вот такую группу. Значит, ну, нейтрон, нейтрон, значит, здесь у нас будет так, А равно 1, так? Нейтрон и протон. У них А равно 1, но протон заряжен, нейтрон не заряжен. Это частица свободная, значит, энергия связи у них 0. 0. Теперь, значит, следующее ведро, допустим, нейтрон. Это нейтрон, состоящий, так, 1, 2, 3, 1, 2, из одного нейтрона и одного протона. Энергией связи его 2,2. Значит, если мы поделим на число А, то мы получим где-то тут, тут вот у нас будет 1, ну, где-то точка чуть повыше единички. Дальше 1, так, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0, 9. Дальше будет гель и 3. А тут будет гель и 4, а тут будет гель и 4, альфа-частица. Альфа-2, 4. Ее энергия связи 28 мм. Делим на 4, 4, но только, получаем 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, значит, вот этот график, он сначала такой резкий, значит, какой-то, значит, идет вот так вот, значит, сумм образом. И для альфа-частица он достигает 7. Дальше эта кривая, это не совсем кривая, это будет целая полоса, потому что существует изотопы. А одинаковые, азеты разные, так? Это изобары. А мы здесь пишем как функцию А, рисуем как функцию А. Значит, изобары существуют, то есть разные изотопы, и это будут разные ядра, значит, здесь будет такая полоска. Ну, если бы средненную какую-то линию нарисовать, значит, будет вот что-то вот вроде такой вот приводик. Максимум равный примерно, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 6 десяток, А деленное на, значит, тут мы, Е деленное на А. Максимум равное 8, 6 десяток примерно в области железа. Ферру 26. Ферру 26. Ну, наверное, там около 60. То есть мы можем считать, что в основном это кривая какая-то, а это константа, если совсем грубая. Грубо говоря, это кривая какая-то константа. Вот, и вот на каждую частицу приходится в среднем энергия порядка 8 метров. Энергия связи делела на приходящую частицу порядка 8 метров. Если мы сравним с энергией связи в атомной физике, то там характерное священное число какое? То есть, когда энергия вот этой электронов, атома и водорода, в ней нету, что стоит. 13,6 десяток электрон вольта. Так что почти миллион раз ядерные силы более энергоемные. Отсюда и получается колоссальный выигрыш в энергии, когда вы используете ядерную энергию в атомных электростанциях. Или вы делите тяжелые ядра, получаете более легкие, можете так долго железо использовать энергию получающуюся. Либо, наоборот, синтезируете легкие ядра и с помощью энергии терапевтного синтеза используете энергии. Вот, и эти энергии, ну, просто неизмеримо, сравнение с энергией углеводородов, нефти там и прочего. Каменного угля там и так далее. Вот в чем колоссальный выигрыш атомной энергии. Чтобы достичь свободного плавания с помощью ледокола Северного полюса, пробиваться сквозь льды, нужно атомный ледокол с небольшим запасом ядерного горючего. А чтобы, если бы вы попытались обычным ледоколом достичь, с помощью обычного ледокола, достичь Северного полюса, то вам бы пришлось за этим ледоколом целый караван танкеров тащить, которые будут, так сказать, сомчали энергию ледокола. Вот такие, значит, свойства заключаются в этом ледоколе. Теперь второе. Ядерная сила имеет насыщающий характер. Просвещающий характер. Что это такое? А вот из этого графика, который мы рассмотрели, мы увидели, что нежные связи, грубо говоря, пропорционально массовому числу, количеству, ну, клонов. А если бы энергия связи зависела от количества взаимодействий, от количества взаимодействий, значит, количество взаимодействий, оно, значит, если А частиц, каждый из А частиц взаимодействует со всеми остальными, кроме себя, и надо поделить на два. Это как подсчитать число? Встречаются, значит, друзья в комнате, начинают, значит, пожимать лапу друг к другу. Как подсчитать число рукопожатий? Каждый, с каждым пожимает руку, каждый, значит, его А штук, без него, значит, А минус единица, и поделить надо, потому что когда Х пожимает руку Игреку, Игрек одновременно с этим пожимает руку Иксу. Значит, коллекцию взаимодействий, вымога, вот в чем было, да? И в среднем, значит, если я прошел, мы бы могли иметь вот такое законодательство. То есть, и в среднем показывает, что он не так, а вот так. Пропорционально А. Это означает, что каждый угол в ядре взаимодействует вот с ближайшим окружением. Сколько там у них? Ну, 8, там. 12 штук. Вот он с этими взаимодействует, а в силу короткодействующего характера значит, что взаимодействие со старыми не осуществляется. Это, значит, второе свойство. Третье свойство. Третье свойство, значит, короткодействующий характер. То есть, вот, ну, я буду писать не все потенциалы, а вообще не потенциалы. Они, кстати, единообразные. Ну, я думаю, вот. А вот. Потенциалы у короткодейцы, и у коротка. Третье, то есть, сказать, что то, Инвариантность по отношению к ориентации эзотопического спина. Значит, если эзотопический спин ведет себя так же, как обычный спин, значит, если два локлона имеют векторы эзотопического спина параллельными, то возникает энергия отталкивания, а если у них векторы эзотопического спина антипараллельны, то возникает протяжение. Значит, четвертая изоэзотопическая инвариантность. Эзотопическая инвариантность. Значит, то есть энергия и связи должна содержать, располагаемая, содержащая скалярное произведение векторов эзотопического спина. Значит, т.и.т.к.д. Если т.и.т.к. параллельны, энергия будет положительна, а положительная энергия указывает на отталкивание. А если т.и.т.к. один параллельны, скалярное произведение будет отрицательно, а отрицательная энергия говорит, что это притяжение. Так. Дальше, значит, следующее. Обменный характер. Так. Это у нас семерца была, дальше пятая. Обменный характер. Обменный характер. Казахстан. Вот как раз в том, что ядерное взаимодействие есть результат обмена между частичами с помощью обмена пионами. Ядерное взаимодействие есть результат обмена пионами. И вот здесь четыре характера этих ядерных сил. А. Силы Виттера. Значит, эти силы возникают, если происходит обмен нейтральными пионами, то есть пионами. И при этом пионы вылетают центральным образом. Значит, спин пиона равен нулю, спины мезонных равны нулю. Это спины мезонных резонансов равны единички, но спины обычных мезонных, о которых я говорю, обладают спинам таранду к тюлю. И вот, значит, эти силы Виттера можно так нарисовать. Значит, вот, ну вот, так, там нейтрон. Ну и нейтрон с протоном, как они взаимодействуют. Нейтрон, а это протон. Первый гамма. Нейтрон центральным образом испускает пионы. Протон еще пока ничего не заглотил. Дальше, значит, нейтрон остается нейтроном со штрихом. Протон поглотил пенолиод. У вас получится протон со штрихом. То есть, протон остался протоном, нейтрон остался нейтроном. Поскольку вылет центральным образом, то спин не меняется. И, значит, эти силы Виттера могут быть обменными. Так, это просто сканерная функция радиосъектора. Дальше, силы майорана. Когда обмен происходит заряженными пионами. Майорана, а вот майорана, это как вы думаете? Это кто такой, по-настоящему, это итальянец майорана. Значит, ну, немножко я вам скажу, значит, до войны, до второй-второй войны имеется в виду в Италии. Италия была первой страной, которая по жизни пришла к власти. У власти стал Дуччо Муссолини. Дуччо Борщин. И вот, значит, в это время как раз в Керми работала Италия. Он из Италии, получив на премию непосредственно перед войной, эмигрировал в Соединенные Штаты. Но когда он был в Италии, около него был кружок физиков. Они, значит, себе всякие духовные чины присваивали. Значит, первый считался папой, а остальные считались кардиналами. Так вот, один из кардиналов был как раз майоран. Вот он предложил, значит, чего-либо сил, ядерных сил, которые получило его имя. А погиб он при загадочных обстоятельствах. Так что вот в Италии, значит, в те годы там убивали на улицах людей. Борьми за власть. Фашизм – это, значит, такое правление, когда никто себя безопасно чувствовать не может. И, значит, просто он вышел из дома и никуда не пришел. Вот что-то вот такое случилось. Но вот его имя осталось с силами аэрода. Значит, вот у нас нитон, да? Протон. Теперь нитон испускает центральным образом и минус пион, да? Значит, он превращается, поскольку он упустил пион, то он превратился в протон. Закон сохранения заряда выполняется, так? Дальше, значит, здесь стал протон, а здесь протон поглотил и минус пион и превратился в Италии. То есть после взаимодействия частицы обменялись зарядами. Ну, то же самое можете для протона нарисовать. Просто считайте это все наоборот, значит. Сразу налево, да? Так. Протон должен испустить И плюс. Но наоборот, я саме нарисую, значит, на знаку. Так. То есть, значит, здесь у нас уже эти силы будут каким-то образом содержать обменные операторы. Третий тип силы. В. Силу два взаимодействия. АВВ. Вот это такое взаимодействие, тоже изменное с помощью вылета пионов, когда частицы обмениваются спинами. И, значит, нарисовать можно так. Вот, скажем, нейтрон. Да? Спин у него, допустим, вот такой. В долях H это одна половинка H. Стрепка его изобразила. А тут протон. А почему полосинский? Пион может вылететь не центральным образом. Пион. Он может унести целочисленный спин, равный единице. То есть, вот, значит, нейтрон. Для этого нейтрон должен свой спин изменить на противоположный. Да? А пион, значит, должен улететь не центральным образом. Пион нейтральный, да? Уносит единичный спин. Орбитальный спин, который, значит, вот, если происходит изменение спина, то единичный спин уносится. Нейтрон переворачивает свой спин. Протон, значит, рисует такой. А дальше, значит, мы рисуем нейтрон с перевернутым спином. А протон получается какой? Протон имел спину такой, половиной, поглощает вот такой единичный. Значит, получается, что, значит, спина. Был такой спин, стал такой. Был такой спин, стал такой. Частица обменивается спинами. И четвертый тип. Ну, все это завершил Версор Гайзенберг. Он, значит, придумал такую схемку, когда происходит обмен и спинами, и зарядами. Четвертый тип. Четвертый тип. Синь. АВВД. И вот Гайзенберг. Версор Гайзенберг не считает. Значит, нейтрон спит половинка вот такой, да? Протон спит половинка вот такой. Нейтрон превращается в протон и переворачивает свой спин. А вылетает, значит, пион отрицательный внецентральному образу. Значит, вот так надо рисовать. И минус, да? И уносит, уносит вот такой единичный спин. Значит, вот эта стрелка в два раза больше вот этого. Ну, тут простор ждет, когда к нему подлетит пион. Получается, значит, здесь простор со спином вниз, а это переворачивается. Нейтрон становится, потому что пион и минус, но и поглощает пион. Происходит отмен и зарядами, и спинами. Ну, давайте на этом я сегодня с вами закончу. Все. Продолжение следует. Продолжение следует.